Всем привет! Так, кто у нас сегодня есть? Кто-то был на прошлом уроке из тех, кто сейчас на этом уроке? Кто-то в прошлый раз был? Или нет? А прошлый урок был 31? О, Георг, здравствуй. Привет, Ярослав. А был 31 урок прошлый, я забыл. Не-не-не, он был давно. Один пришлось отменить, а другой был уже давно. То есть ты сейчас рассказываешь про битву мертвецов, будешь, да? Ты понял. Вот про битву мертвецов. Я не успел, прости, пожалуйста, сделать. Но вот про что я сейчас делаю. Просто вот я думал, думал про что бы сделать. Ну, потому что мы уже вторую сделали, первую сделали. И вот я решил сделать про крестовые походы. Кто-нибудь про них знает? Георг, я в следующий раз сделал про битву мертвецов. Еще хочу вам сказать, чтобы вы слушали хорошо, то, что я сейчас вам рассказываю, потому что я в конце этого урока сделаю тест. Там есть 10 вопросов. И я сделаю тест, чтобы мы проверили, что вы запомнили. Хорошо? Договорились? Ну, договорились. Так, сейчас все хорошо видно, да? Да, видно первый слайд. Так. Так, а сейчас все видно, да? Да, второй слайд видно. Это хорошо, что нету таких проблем, как в прошлый раз. Хорошо. Окей. А сейчас? Хорошо. Крестовые походы. Вижу карту и враги. Ага, да, хорошо. Так, в общем, что мы вообще знаем про крестовые походы? Кто-нибудь вообще слышал про это или нет? Нет, не слышал. Хорошо. Я слышал, но не знаю, что это. Ну, вот сейчас я тебе все расскажу. Ой. Сейчас. Так. А, подожди. Все. Крестовые походы – это вооруженные экспедиции народов христианского запада. Вот отсюда и шли все эти христиане. Сейчас я объясню, почему. Организованы церкови и в самую Западную Европу. То есть это по памяти церковью были организованы эти вооруженные крестовые походы. Что такое вообще походы? Вы же знаете, что такое? Ну, вы слышали про походы в горы. А это был поход вот в Византию. Сюда вот. Из Юго-Западной Азии шли в Византию. Сейчас объясню. Чтобы освободить Юрусалим и Святую Землю от мусульман и подчинить эти земли. Историки выявляют 8 крестовых походов, а также были многочисленные подходы под единые церкви. Но ни один из них не был так успешен, как первый крестовый поход. То есть, блин, вот всего крестовых походов было 8. Это почему 8? Там их было намного больше, чем 8. Но 8 это именно такие серьезные экспедиции, когда там всякие полководцы были. Я, кстати, сегодня... Вот кто-то слышал про Ричарда Первого «Львиное сердце». Кто-нибудь слышал из вас всех? Нет. А другие могут что-нибудь сказать, пожалуйста, чтобы была обратная связь? Нет. Я не слышал. То есть, никто не слышал. Я слышала. Так. Вот эгидо церкви, то есть, когда церковь организовывала эти походы, то есть, там была когда церковь во всем городе, она такая, пошли вот туда. Ну, то есть, это были такие маленькие, там, походы, которые вообще, ну, не учитываются. То есть, запомните, было всего 8 походов. Это были крупные, серьезные походы. Так. Когда в 1291 году все территории, завоеванные крестоносцами, были открыты мамлюкским султаном. Точнее, я вот всегда путаю с султанатом. А султанат – это тот, который подчиняется султану. Вот это вот мамлюкский, мамлюкский султанат. Вот он, это он. Я специально вот сюда вставил. Запомните, султанат – это тот, который подчиняется султану. Да, Георг, ты поднял руку. Да, я видел второй слайд. Я вижу, что на третьем слайде, вот там, вижу какого-то человека. Да, 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 вот видно, вот я все сейчас хорошо уже наладилась. Это именно этот третий слайд, про который я сейчас рассказываю. Вот этого, этот человек. Он уже не отнутился, Ярослав. Мы видим второй слайд. А, второй слайд. Ты открой на полную его. А сейчас, да, вы видите третий, хорошо. Да, теперь видно третий. А так видно? Да, видно. Все окей. Спасибо за обратную связь теперь всем. Вот вы видите, как я оградусь человеком красным маркером, да? Видите или нет? Видим, видим. Хорошо. Что я сейчас рассказывала. По 1291 году все территории, все территории, завоеванные крестоносцами, были отбиты мамлюзским султанатом. То есть это можно считать вообще бесполезным. Все территории, которые завоевали крестоносцы, были отбиты этим султанатом. Я еще раз повторяю, султанат это тот, который подчиняется султану, то есть меньше него и слушает его приказы. Идея крестовых походов была более успешна в других странах. То есть там все, почему их называют именно крестоносцами? Это были крестьяне, которые были недовольны, что мусульмане завоевали территории на Балканах. Я про Первую Балканскую войну тоже рассказывала. И вот здесь все христиане не были довольны, что были завоеваны эти территории. Поэтому Франция, Германия, все вот эти христианские страны объединились против мусульман и устраивали походы крестоносцев. А почему их называли крестоносцы? Потому что это были христиане, а как мы знаем, у христианов это крест. Поэтому и назвали крестоносцы, то есть носят крест. Идея крестов походов была более успешна в других странах. Христиане против язычников Прибалтики. Язычники это те, которые верят в много богов. Это христианам тоже очень не нравилось, потому что они верили в Иисуса Христа. Прибалтика это вот здесь вот. Вы же видите на карте, да? Да, вы видите на карте? Мы твою указку не видим. А так, красную точку видите? С кем у нас такие проблемы? Нет, я не видела. Давайте комментировать. И вот так вот. Привет, ты на карте, который? И теперь вы видите, что я пишу? Да. 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 Это, кстати, пропадает со временем. Ластик. Давайте я сейчас все здесь сотру. Так. Вот здесь вот находится Прибалтика. И вот христиане мне были довольны, что были завоеваны вот эти территории. Это Мамлюкский султан. И Прибалтика. Прибалтику я вам показала. Вы же видели мою указку, да? Которую вот я сейчас пишу. Вы видите? Она рисует мимо карты. Да-да-да. Это я сейчас просто пробую. Она, кстати, исчезает. Ты лучше свет говори, какой на карте. Так будет более понятно. Вот так, в Северной Европе. И здесь вот Прибалтика нарисовано. Вот здесь Прибалтика. А это территории, которые были завоеваны мусульманами. И народы Перенейского полуострова. В походах участвовали сами короли, императоры европейского дворянства. Дворяне – это такие высокопоставленные люди, которые были рабы и все остальное. И крепостные христиане. В походах участвовали сами короли, да? А также тысячи рыцарей и простых воинов. Чем рыцари отличаются от воинов? Мне кажется, это всем понятно, но я объясню. Рыцари – это такие люди, которые прославились какими-то подвигами. И их признали рыцарями. То есть рыцари – это были так, как это, ну… Ревилегированные воины. Да. Крестовые походы тяжело отразились на всех ее участников, помимо многочисленных смертей, поломных судеб, разоренных земель. Кстати, крестоносцы разворовали очень жестоко Константинополь. Я про это тоже расскажу. И все, вот прямо все восемь крестовых походов длились 49 лет. И растраты ресурсов. То есть фактически это было бесполезно. Все равно вот этот вот султан, он все эти земли отбил. Крестовые походы стали причиной краха Византии. В Византии, если что, это Турция, только намного больше. То есть после того, как распалась Византия, она снова возродилась. И уже во Вторую мировую войну она снова распалась. И уже образовалась Турция. Испорченные отношения между странами и религиозной нетерпимостью. То есть вот после крестовых походов мусульмане сказали, ненавидим христиан. Что такое означает испорченные отношения и религиозной нетерпимостью. То есть, например, ты приехал в Курцию, там мусульмане проживают. И они такие, ты христиан, ты отвратительный. То есть все религии друг друга ненавидели. Даже по сей день это отразилось на современном обществе, на востоке и на западе. Где у нас восток? Здесь вот у нас запад, а здесь восток. Запад, вот Европа и Азия друг друга ненавидят. Так. Так. Так, а сейчас что вы видите? Пока этот же слайд. Этот же слайд. А сейчас? То же самое. Вот, видно теперь причины и повод крестовых походов. Причины и повод крестовых походов, да? Да. Палестину, принадлежавшую Византию, в 637 году завоевали арабы. Она стала местом паломничества и христиан, и мусульман. Ситуация изменилась с приходом турок-сельджуков. В 1071 году они прервали по коломнической пути. И византийский император Алексей Коломнин в 1095 году обратились за помощью к западу. Так вот, все это произошло. Византию завоевали турки, и она обратилась за помощью к западам. Из-за чего и появились крестовые походы. Из-за чего появилась идея крестовых походов. Это стало поводом к организации похода. Причинами, как побудившими людей, участвовать в опасном мероприятии, были... Сейчас я вам перечислю все причины. Причины и повод крестовых походов. Стремление католической церкви распространять влияние на восток и увеличить богатство. Вот сейчас мы обсуждаем, что повело людей участвовать в крестовых походах. Стремление католической церкви распространять влияние на восток и увеличить богатство. Желание монархов изнатии расширить территории. Ну, знаете, это тоже высокопоставленные люди, у которых были рабы, крепостные крестьяне и все остальное. И вообще земля, потому что у крестьян подняли землю. Надежда крестьянам получения земли и свободы. То есть крестьяне надеялись, что если они будут участвовать в этих крестовых походах, им дадут землю и все остальное, и свободу. И стремление купцов установить новые торговые связи со странами Востока. Почему торговцы, такие знатные торговцы, связаны тоже там? Они хотели прийти, посоветовать себя, и вот, например, они пришли к какому-то царю, который участвовал в крестовых походах, и сказали, мы можем вам поставлять, например, шкуру. И у них так появились новые торговые связи, и, конечно, они стали намного богаче. И великийозный подъем. Престьяне были сами за себя, такие, мы будем участвовать, потому что это крестовые походы. И поэтому они и пошли. В 1905 году на Клерманском сборе папа римский Урбан II, мы про него почитаем, призвал освобождать святые земли из-подвига сарацинов, арабов и дурок-сельжуков. Ты слишком сильно лагаешь. Хорошо, я буду помедленнее читать. Из-под ига сарацинов. Запомните, сарацинами называли арабов и турок-сельжуков. Многие рыцари сразу приняли крест и провозгласили себя воинственными пилигримами. Позже определились и руководители похода. То есть сначала это просто христиане были, церковь и их имя управляло там и все остальное. А потом уже когда императоры, цари все это поняли, насколько они важны, эти походы, потому что они могут себя расширить в воде, а там уже начали императоры и сами короли управлять армией. Так, у кого-то есть вопросы? Нет. В крестовых походах можно выделить группу основных участников. Групп не феодал. Сейчас мы представим, что феодал. Феодал – это земледелец, землевладелец в эпоху феодализма. В различных государствах того периода времени имели различные названия. То есть феодал – это тоже высокопоставленный человек, у которого был дом, крепостные крестьяне, можно назвать и рабами. И дом, земля, то, что обычные крестьяне не имели. Мелкие европейские рыцари, то есть рыцари тех – это вип, такие вот воины, только мелкие европейские рыцари, почему так назвали, лучше они никакими подвигами не прославились. И ремесленники-мещане, и просто обычные крестьяне. Сейчас вы три карты видите? Три? Да, видно. Хорошо, это отлично. Спасибо за обратную связь еще раз. Начало крестовых походов. Нацеленных на мусульманские страны крестовых походов было несколько. По-моему, я вам уже рассказала, что их было восемь. В первой крестоносце выступили летом 1096 года. Весной 1097 года они переправились в Малую Азию. Давайте сейчас я перересну на другой слайд. Вот сейчас, где она была, вот. Малая Азия, она находится сейчас… А вот, вы видите курсор мышки, да? Да. Вот она находится примерно вот здесь вот. Вот это Малая Азия называется. Здесь сейчас расположен Стамбул и Турция вся. Они направились в Малайзию и захватили Непилу, Антиохию и Одессу. Так, так, так. Сейчас вы видите три карты, да? Да, видим три карты. Это шикарно. Так, вот это вот Эдесса. Это Греция. Это Антиохия. И вот, смотрите, Эдесса вот здесь. Посмотрите вот сначала на вот эту карту и вот потом вот сюда вот. А вот Антиохия находилась вот здесь вот примерно. А вот вообще Антиохию и Эдессу. А вот это вот всё Никейская империя. Я же вам, да, про 1901 год. Вот здесь вот даже есть такие сражения. То есть это показанная карта боёв крестоносцев, крестоносцы, как крестоносцы вообще шли. В июле 1099 года крестоносцы вступили в Иерусалим. Иерусалим – это турецкий город. Устроив здесь жестокую резню мусульман. Да, крестоносцы, если вы думаете, что они верят в Иисуса Христа, они тоже были очень жестокие. Потому что все друг друга ненавидели, поэтому они устроили резню мусульман. На захваченных землях европейцы создали свои государства. К 30-му году 12-го века крестоносцы потеряли несколько городов и территорий. То есть мусульмане их уже отбили от городов и территорий. Иерусалимский король обратился за помощью к папе, а тот призвал европейских монархов к новому крестовому походу. В том числе, это был первый крестовый поход 1996 года. Они потеряли несколько городов, то есть они там обосновались и потеряли несколько городов. И папа уже новый поход назначил. И назначил новый поход уже второй. Так, давайте поговорим про основные походы. Сейчас вы увидите основные походы, да? Нет. Ну, кто это за... Сейчас, да, вы все видите, да? Да. Да, мы сейчас видим следующий слайд. Вот так. Основные походы. Так, первый поход. Первый крестовый поход. Я уже вам сказала, 1096 по 1099 год. Организатор папа Урбан Третьей. Рыцарь из Франции, Германии. Давайте я вам пока немножко расскажу, Кто такие вообще папы? Это так называемые заместники Бога на земле, которые считали себя очень главными после Бога, и они, собственно, и руководили всеми церквями, всей политикой христианской. То есть это те люди, которые управляли христианской религией. Остановите, пожалуйста, запись временно. Продолжение следует... Ярослав, тебя не слышно. У тебя микрофон выключен. Ярослав, включи микрофон и камеры. Включи микрофон, включи. Всем снова здравствуйте. Так, второе крестовое поход с 1147 по 1149 год. Возглавляли Людвиг VII французский и германский император Конрад III. Это Людвиг IV. Людовик. А вот это вот Конрад III. Цель, основные цели и результаты. В этом крестном походе потеряли крестоносцы, потеряли крестоносцы Микодессы в 1144 году и полной неудачи крестоносцев. То есть это был бесполезный поход. Так. И вот уже это прям, это тоже неудачныйся поход. Его возглавляют три таких человека очень важных. Это уже третий крестовый поход с 1189 по 1292 год. Возглавляли германский император Фридрих I, Барбаросса. Кстати, вот с Барбароссой очень интересно. Барба – это означает борода, а Росса – это оранжело. Поэтому его назвали Барбаросса. То есть не назвали, а его прозвали Фридрих I, Барбаросса. Вот это Фридрих I, Барбаросса. Французский король Филипп II, Август. И это вот Филипп II, Август. И Ричард I, Львиное сердце, про которого… Я вас спрашивала про которого, а вы сказали, что не слышали про такого. Вот это Ричард I, Львиное сердце. Цель похода – вернуть Иерусалим, захваченный мусульманами. Но они потерпели неудачно. Так. Вот. Это вот Иннокентий III. Четвертый крестовый поход. С 1202 на 1204 год. То есть два года. Организатор Попа Иннокентий III. Станцузский, итальянский, германский феодалы. Жестокое разграбление христианского Константинополя. Распад Византийской империи. Бреческие государства. Эпирское царство, Никейское и Трапезунское империи. Станцузский создали логинскую империю. Вот это вот… Эпирское… У кого не выключил микрофон? Это у админа. Все, я выключил звук. Вот Эпирское, Никейское и Трапезунское империи – это все в одном месте и назвали это Византийской империей. Так, вот назвали все это Византийской империей. Это Попа Иннокентий III. Это Эпирское царство. Это Никейское государство. Это Латинская империя, которую создали крестоносцы. Пятый крестовый поход с 1217 по 1221 год. Длился он четыре года. Герцог Австрии, Леопольский VI, король Венгрии Андраш II и другие. Борг организован поход в Палестину и Египет. Я думаю, вы знаете, что такое Египет. И где он находится. Потерпели провал. Наступление в Египте и переговорах в Иерусалим. Из-за того, что отсутствовало единство в руководстве. То есть все потерпело провал, потому что не было единства в руководстве. Давайте теперь обсудим последствия походов. Завоеванные земли крестоносцами разделили на несколько государств. Иерусалимское государство и королевство Антиохи. То есть все государства, которые крестоносцы захватили, они создали королевство Иерусалимское и королевство Антиохи. Также графство Эдесса и графство Триполи. В государствах крестоносцы установили феодальные порядки по образу Европы для защиты своих владений на Востоке. Они строили замки и основали духовно-рыцарские ордена, госпитальные камплиеры и тефтонцы. Там уже продолжение про известных личностей. Я хотел что сделать. Я хотел с вами пройти тест такой, где он находится. Так. Сейчас я все напишу. Это вот тест про крестовые походы. Так. Сейчас мы будем... Так, все, давайте начнем тест. Все, так, я сейчас все поделюсь экраном. Так, все, я сейчас буду поделиться экраном. Так. Так, видно всем, сколько было важнейших рисовок походов, да? Было восемь. Для Георгии было восемь. Подожди, подожди, Георг, тихо, тихо. Так, давайте сейчас вы все подумайте, сколько крестовых походов было, и я вас всех спрошу. Так, Георг, так, начнем мы, пожалуй, с Георга. Сейчас я вас всех вот так сделаю, одну табличку. Давай, Андрей, твое мнение, сколько было крестовых походов? Восемь. Так, давай я тебя запишу. И потом, на каком ответе было? Больше всего голосов, такой мы и примем. Давай, Александр, теперь ты. Восемь. Восемь. Георг, ты? Восемь. Так, и Владимир Липин. Лапин, прости, пожалуйста, Лапин. Семь. Сколько? Семь. Хорошо. Александр, я тебя спросила. Все, остался Олег Петров. Давай. Олег, по твоему мнению, сколько было крестовых походов? Шесть. Шесть. Хорошо. У нас три голоса за восемь. Один за семь, другой за шесть. Жмем восемь крестовых походов. Сколько было крестовых походов? Ответите. И все молодцы. Кто ответил, что было восемь крестовых походов? Это правильный ответ. Ярослав. Ярослав. Да. У меня к тебе есть маленькая просьба. Делай, пожалуйста, на каждую презентацию такой тест. Не, ну, его уже надо найти. Ну, я не смогу, наверное, на все презентации такой тест делать. На многие. Найти все остальное. Если смогу, то буду делать. Мне тоже это понравилось. Так, теперь начинаем. Пояснение к правильному ответу. Крестовые походы представляли собой воуженные движения христиан. Дабы на мусульманский восток с целью завоевания Палестины и возвращения в Европу Господня из-под гнета неверных. За два столетия, что продолжались крестовые походы, наибольшее значение для истории имели только восемь. То есть два столетия продолжались крестовые походы, но только восемь были из них важные. И более-менее удачные. Так, давайте следующий вопрос. Какое событие стало поводу к началу крестовых походов? Захват византийцами гроба Господнего, захват европейцами Константинополя, захват турками, сельджуками Палестины и захват мусульманами Константинополя. Давайте, я вас всех спрашиваю по ряду. Андрей, давай ты. Второе. Второе. Второе, так, второе. Админ, так, вас спрашивать или нет? Ладно, не будем. Лапин Владимир. Твое мнение, Владимир? Вадимир, твое мнение, сколько было, какое событие стало поводу к началу крестовых походов? Твое мнение, Владимир. Константинополь. Ну, нет, скажи, первое, второе, третий или четвертый ответ? Второе. Второе. Беорг, давай. Второе. Второе. Александр? Александр, твое мнение. Второе. Георг, да, твое мнение. Конечно, Георг, я сказал второе. Да, хорошо. И Олег Петров, давай, твое мнение. Наверное, второе. Второе. Хорошо, давайте отвечаем второе. Ответить. Нет, это неправильный ответ. Нет, правильный ответ, почему он через крестовые походы, это захват турками, середжуками и Палестины. Вы все, вы все пять человек были близко, 2-2-2-2, и верный ответ оказался третьим. Давайте теперь пояснение к правильному ответу. Поводом к началу крестовых походов послужило завоевание турками-середжуками в 2070-80-х годах города Сирии и Палестины. Захват ими большей части Малой Азии и обращение к заменительского императора Алексея II помнят к европейским государям с просьбой о помощи. В 92-м году, не, в 96-м году начались крестовые походы, и все это началось из-за того, что турки захватили Палестину и Палестину и Сирию. Давайте, третий вопрос. Кто выступил с призывом к первому крестовому походу? О, я даже правильный ответ, давай. А Артем? Какой Артем? Андрей, давай, свое мнение. Четвертое. Третье? Четвертое. Четвертое. А Александр? Второе. Второе. Георг? Мне кажется, первое. Первое. Георг и Латвий Владимир. Первое. И давай. Поскольку, Олег, я знаю, какой правильный ответ, от твоего ответа зависит, правильно ли мы решим или нет. Меня тоже можно спросить. Давай. Давай. Первый. Олег, и ты? Четвертое. А, третий. Третий. Так, у нас есть голос за четвертый ответ, за второй и за третий. Я, кто выступил с приземом к первому крестовому походу, это рассказал. И у нас есть три голоса за первый ответ. И первый ответ у нас правильный. Молодцы, кто ответил за первое. Кто у нас ответил, что первый ответ верный? Я. Я, Георг. Я ответил. Я вас поздравляю. И я тоже ответил. Первый крестовый поход был организован в 1096 году решением римского попа Урбана II по просьбе византийского императора Алексея I. Давайте, следующий вопрос. У нас 10 вопросов, сейчас мы на четвертом. Какой палестинский город был захвачен крестоносами в результате первого крестового похода? О, я знаю, давайте. Давайте отвечать снова. Александр, твое мнение? Не знаю. Ну, давай, ответим. Второе. Второе, второе, молодец. Андрей. Третье. Третье. Георг. Мне кажется, первое. И Владимир. Второе. Второе. И я, Георг. Второе, Георг. Иерусалим. Лапин, Вадимир, я тебя спрашиваю. Второе. Второе. Так. Хорошо, у нас три голоса за второе. Да, молодцы. Так, все молодцы, кто ответил, что второй ответ, это верно. Да, выиграю в казино. Это шутка. Первым городом, захваченным крестоносами, в ходе крестового похода, стал палестинский город Иерусалим. Осада продолжалась с 7 июня по 15 июля 1099 года. В результате священный город был захвачен войсками крестоносцы. С чем боролась католическая церковь в ходе альбийского похода? Вот этого я вот не рассказывал. И если честно, сам не знаю, давайте вот ответим крестьянами в Византе. Давайте это ответим, потому что этого я, честно, не знаю. Я думаю, что первый ответ. Давайте первый ответ. О, да, молодцы. Альбийский крестовый поход или катарский крестовый поход 1229 года. Серия военных кампаний, инициированных в римской католической церкви по искорению ереси катаров в области Лангидо. Ты что, катальщик? Нет, это Елена Набатова ответила. Крестовый поход Владимира Мономаха был отправлен против кого? Татар, монголов, половцев или петенгов? Петенегов. Андрей, твое мнение? Я думаю, что это первое. Первое. Георг? Мне кажется, первое. Олег? Четвертое. Четвертое? А, ну, тогда, наверное, второе. Хорошо, да. И Владимир? Первое. Первое. Ну, вообще, половцы и печенеги – это такие воинствующие племена, которые постоянно на Русь покушались. Твое мнение? Я думаю, что первый ответ. Так, давайте, все. У нас три голоса за первое, мы отвечаем первое. Нет, это неправильный ответ. Вадимир Мономаха был направлен против половцев. О, у нас одна минута остается. Давайте продолжать быстро. Выберите в перечне духовно-рыцарских орденов лишнее. О, я это знаю. Это или это? Это я вам рассказываю. Это не Катар. Катары. Да, это Катары. Следующий вопрос. Крестой поход организован в 2019-м, получил название. Вот про 1212-й год я не решила рассказать, потому что я вам сам скажу, он получил название детский, потому что тысячи детей попали в рабство. Поэтому он и назвался детский. Я вам не решила про него рассказывать. Так, у крестоносцев никогда не было государства. Иерусалимское. Нет, Миссисипи, Миссисипи. Массилия. И последний вопрос. Общеприняты хронологические рамки крестовых походов. Вот я знаю. Третья. Это у нас третий. Второй. Все, правильный ответ. Перейти к результату. И сколько у нас? У нас сколько вопросов? 8 правильных ответов из 10. Я вас поздравляю. Ой, здесь даже гранату можно заказать. Я вас поздравляю. 8 правильных ответов из 10. Это очень хороший результат. Так, спасибо вам за внимание. Уже 17 часов. У нас начинается другой урок. И надо наш урок заканчивать. Спасибо за класс. progress lag. Спока. 60 лет. Победерatorio. Редактор субтитров. Алигу. Продолжение следует. 15 язし,